Всем привет, ребят! Спасибо, что вы заглянули сегодня на мой канал. И сейчас у нас 1 декабря. Я поздравляю всех с началом зимы. Естественно, всех, кто любит это время года. Кто не любит, то, может быть, вы любите Новый год, праздники. Поэтому это время года все равно практически для всех оно радостное. Но если даже это вас не радует, то зима недолгая, скоро весна. И снова будет лето, тепло, солнышко. И будет радовать вас более приятной погодой. Ну, а я зиму очень люблю. Я люблю и новогодние праздники. Я люблю тот домашний уют, который они дарят. И который, в принципе, дарит зима. Поэтому я очень рада наступлению декабря. И, конечно же, в плане раскрашивания я тоже люблю предновогодний период. Потому что это позволяет мне заполнить мои книги, раскрасив те иллюстрации, которые весь год просто лежат. Кстати, именно по этой причине у меня нет никаких сезонных раскрасок. И я их не хочу в свою коллекцию. Потому что я буду затрагивать ее раз в год. И пытаться как-то себя заставлять раскрасить там несколько иллюстраций. Я лучше буду заполнять те, что у меня уже есть, которые мне нравится раскрашивать. Ну и, собственно, это же я планирую в декабре. Давайте это видео еще два слова. Я кратко скажу о планах на декабрь. Я решила не составлять планы на декабрь. Почему? Потому что, в принципе, я планы составляю довольно малый период времени. Начала я это делать где-то в августе месяце. И пришла к этому я, потому что мне было очень сложно выбрать следующую иллюстрацию. И таким образом, с составлением планов, я пыталась сузить себе ассортимент. И, как следствие, немножечко упростить выбор следующей картинки. Сейчас же я поняла, что они меня наоборот стали только напрягать. То есть четыре месяца я попробовала. Где-то там два-два с половиной мне было очень хорошо. А последний месяц-полтора я поняла, что меня это наоборот тяготит. Поэтому на декабрь планов не будет. Соответственно, записывать я их тоже не буду. Да и тем более декабрь я и так найду, чтобы раскрашивать. Я думаю, что в плане выбора не должно быть каких-то особых проблем. Я надеюсь, вы не устали слушать эту болтовню. Ну вот, хотелось мне немножечко рассказать вам о планах. Так как не будет отдельного видео по их съемке. И решила я это сделать как раз перед раскрашенным. Ну а теперь давайте наконец-то приступим с вами к раскрашенным работам за ноябрь. И этот месяц у меня получился самый непродуктивный за все время, что я раскрашиваю. Я раскрашиваю чуть больше двух с половиной лет. И это самый непродуктивный месяц. Было тому несколько причин. Первое, я со мной работой просидела больше недели. И она очень сильно меня выбила из колеи. Ну как минимум в плане количества потраченного времени. И второе, у меня появился пушистый помощник. Я очень люблю котиков. И у меня появился маленький котенок. Появился он у меня, ему еще не было и полутора месяца. Вот поэтому за ним достаточно много внимания он к себе требует. Поэтому и на него у меня тоже уходило довольно много времени. Пока он, наверное, не готов позировать. Хотя я бы, наверное, очень хотела. Но он еще слишком маленький. Ему чуть меньше двух месяцев. Поэтому я надеюсь, что вы простите меня за малое количество работ. Хотя с учетом того, сколько я треблюсь, видео все равно рискуют быть катастрофически длинным. Но я постараюсь быть краткой и не утомлять вас через чур излишне большим количеством деталей. Итак, семь работ. И сейчас я вас с ними ознакомлю. Первое, с чего начался мой ноябрь, это с книги «Твои моменты». Одна из моих любимых книг. Я показывала вам еще в итогах прошлого месяца, что я начала раскрашивать вот эту вот иллюстрацию. На момент окончания прошлого месяца мной было раскрашено девушкой только пальто. Ну и все остальное я уже потом доделала. К слову, на одном дыхании мне очень понравилось. Я люблю бумагу в этой книге, и поэтому мне было достаточно медитативно наслаивать вот такой вот фон. Я специально здесь оставляла текстуру карандаша для того, чтобы он такой текстурный что ли получился. Вот очень мне нравится сочетание вот такого пальто с принтом «Гусиная лапка». То есть оно такое само по себе довольно яркое, очень активное, и такой текстурный, весьма загадочный фон. Ну и в принципе довольно интересное цветовое сочетание. Несмотря на то, что, ну если так-то посмотреть, то в принципе можно сказать, что иллюстрация выполнена в моногаме, да, потому что черные, белые хроматические цвета, а какой-то такой активный цвет здесь только зеленый. Но мне очень понравилась эта работа, я очень ею довольна, и она мне нравится гораздо больше, чем пример, потому что на примере такая, ну очень уж подгулявшая девица, мой вариант мне нравится больше. Ну и это, конечно, всегда радует, когда так получается. Следующую иллюстрацию я выполнила в этой же книге. У нас с девочками есть игра, и раз в две недели у нас есть новое задание. Вы можете следить в Инстаграм по определенным хэштегам и смотреть все наши работы по каждому из заданий. И в одну из недель этого месяца, в одну из двух недель, ну в общем вы поняли, одно из заданий, это было раскрасить интерьер. И я решила, что прекрасный шанс раскрасить вот эту иллюстрацию, потому что и книгу эту я хочу как можно чаще раскрашивать, потому что однажды я планирую ее закончить. Ну и я не устала от нее вот на момент того, как я закончила предыдущую иллюстрацию. В общем, я решила раскрасить вот эту вот картиночку. Вообще, изначально она у меня довольно сложно шла. Я там, наверное, дня два или три мучила там стол. Да, по-моему, чуть ли не только стол. А, ну да, я еще фон сделала, который мне совсем не удалось. Ну, в общем, везде были одни только косяки. И потом я как-то собралась и за вечерок ее закончила. И здесь я покажу вам поближе саму стену. Я здесь пыталась делать что-то типа то ли бетона, то ли штукатурки. Вот такой вот эффект. Это я делала с помощью акриловой гуаши. Я решила, что ей пойдет такой как вязанный чехол на кресло. Ну, и в целом всю иллюстрацию я решила выполнить в таких тонах. Вот как темный, дымчатый, синий, салатовый и розовый. Ну, и здесь вот вы на полочке можете рассмотреть книги. У девушки стоят. И я книги решила подписать авторами известных раскрасок. Ну, дабы придать какую-то нотку колористическую в эту иллюстрацию. Ну, вот так вот у меня получилось. Я, если честно, думала, что ну, совсем что-то у меня очень плохо получится, потому что очень сложно шла. Но по итогу, когда я ее закончила, в принципе, я довольна результатом. И если здесь сравнивать с оригиналом, то, ну, наверное, моя работа мне тоже нравится чуть больше. Именно за счет вот такого текстурного, интересного фона. Вот, кстати, его я еще где-нибудь хотела бы как-то повторить. Мне кажется, он такой довольно стильный получается. Следующая книга, которую я затронула в ноябре, это стала моя новая книжечка. Я называю ее Пластыри. И еще, по-моему, с сентября месяца мы договаривались начать эту книгу вместе с Яной. Яна Медиана. Я думаю, вы многие подписаны на ее канал и подписаны на ее потрясающий инстаграм. И мы, в общем, в ноябре таки дошли до того, чтобы раскрасить вот эту вот иллюстрацию. Вообще книга, ну, я от многих слышала, что для меня очень странный выбор такой книги. И именно потому, что вот не мои такие сюжеты, я ее и не покупала, когда она вышла. Но потом настолько сильно мне ее захотелось, что я купила. И я с огромным удовольствием начала ее раскрашивать. И вы знаете, вот в процессе того, как я раскрашивала эту иллюстрацию, я, наверное, наслаждалась каждой минутой. Вот настолько мне было здорово, настолько мне было приятно. И результат мой мне тоже понравился. Я, ну, скажем так, вижу, куда ушли мои усилия. Ну, и непосредственно о самой работе, так как я не хотела ударить в грязь лицом. И я всегда новые книги стараюсь начинать с, знаете, таким максимальным вниманием. Потому что если я здесь зафейлю первую иллюстрацию, то очень большая вероятность того, что книга потом у меня вообще не будет раскрашиваться. К огромной моей радости здесь не произошло такого конфуза, потому что я очень довольна работой. Мне очень понравилась палитра. Это такой сумеречный зеленый и неоновый красный. Я надеюсь, что камера передает все цвета правильно. Но я все равно покажу вам поближе. Я добавляла сюда неоновые карандаши. Я все-таки надеюсь, что на камере вы можете видеть. И мне показалось очень клевым сочетание вот такого зеленого и такого неонового красного. Я этим неоновым старалась подсветить девушке. Ну вот, прореху ее что ли. Ну, в общем, в середке, чтобы как будто бы светиться. И также здесь я обращу внимание на руки. Я тут, конечно, очень-очень постаралась сделать ей максимально реалистичные руки. Вот настолько, насколько я могу. Здесь, конечно, большое количество кожи. Но все-все было в удовольствии. Ну и вот еще рука. Вот тут вы можете меня похвалить, потому что я действительно довольна этими руками. И довольна работой. И довольна тем, что книгу начала. И начала я в такой прекрасной компании. В общем, книга чудесная. Я все карандаши, которые у меня есть, практически здесь попробовала. Коша здесь в основном была раскрашена. Luminance. Фон это преимущественно Derwent Lightfast. Также я здесь использовала Kalin. И, по-моему, еще где-то немного полихромосов. Ну, в общем, здесь все хорошо ложится. Очень классная бумага. Что же касается корешка, то вот тоже, как вы можете видеть, книга разваливается. Не развалилась она только лишь потому, что я вот эту саму страничку не листала туда-сюда. Мне кажется, если я ее немножечко сейчас полистаю, то она вывалится. И вот это та книга, которую мне почему-то не хотелось посадить на пружинку, потому что она мне нравится вот в таком виде. Вот. Но, вероятно, вариантов у меня немного. Очень хочется раскрасить здесь что-то еще. И, возможно, я смогу здесь раскрасить еще одну иллюстрацию в декабре. Но уже, конечно, буду по времени смотреть. Следующая книга, которую я начала раскрашивать, это мои любимые костюмы, которые лежали у меня не раскрашиваясь два месяца. И я решила, что очень я за ними соскучилась. Вот, когда я закончила предыдущие три работы, которые я вам показывала, у меня уже там где-то половина месяца прошла. И я понимала, что результат у меня, скорее всего, будет очень скромный. Но, тем не менее, я, знаете, решила не изменять своим идеалам, не гнаться за количеством. То есть не брать что попроще, а брать то, что мне хочется. И все же пытаться, хотя бы пытаться выполнять те планы, которые я себе построила. И, в общем, я взяла костюмы. И здесь я раскрасила вот такую вот иллюстрацию. Она очень яркая. И я бы даже сказала, она слишком яркая. Но вот именно так нужно было ее раскрасить. Я показывала вам процесс этой работы в каком-то из влогов. В принципе, девчушка у меня довольно быстро раскрасилась. На какой-то момент я с ней подзависла за счет нехватки времени. Но в целом процесс здесь всегда идет максимально приятно. У меня здесь, как правило, не возникает никаких сложностей. Здесь я раскрашивала девчонке красные волосы. Вот немного у меня засвечивает лампа. Но я думаю, что довольно правильная должна быть цветопередача. И вы сможете рассмотреть этот такой красивый и глубокий красный цвет. Обращу ваше внимание на ногти. Вот так должно быть видно. Вот смотрите, как прикольно блестит. Вот так вот видно. Это стиклс. Я удлинила ноготки. И покрыла гелем. Ну и, собственно, сама миниатюрка. Фон здесь я делала, как всегда, акриловой гуашью. Девчонку, даже двух девчонок раскрашивала цветными карандашами. Тоже, опять-таки, всеми, которыми обычно раскрашиваю. Это и иллюминация, и холлбайны, и полики. В общем, всем по чуть-чуть. И я довольна результатом. Для меня эта работа нетипична, наверное, за счет своих цветов и за счет их активности и насыщенности. Вот как-то вот так. Она очень яркая и очень активная. Но вот именно эта иллюстрация, она должна быть именно такой. То есть вот я так ее задумывала. И поэтому я рада, что она получилась именно такой яркой, красивой. И очень мне нравится. На самом деле, думаю, что в декабре я, наверное, не смогу здесь ничего раскрасить. Потому что хочется, наверное, посвятить месяц все-таки сезонным иллюстрациям. Но вдруг я буду только рада. Следующая книга, за которую я взялась, максимальная была для меня неожиданной, как и, наверное, и для вас, кто смотрит сейчас это видео. Это «Фантазия» от Ника Филберта. Еще одним заданием по игре были «Боги и богини». И я решила, что нужно брать что-то такое, знаете, максимально известное. И вот из такого максимально известного. Так как, в принципе, тематика не моя, у меня был «Зевс». И был он именно в книге «Фантазия», в книге Филберта. То есть для меня это, в принципе, очень сложная книга и своими сюжетами, и своей бумагой. И иллюстрация «Зевсов», пожалуй, была одной из моих любимых. То есть тех, которые мне очень нравились. И я думала, что я не приступлю к ней еще несколько лет. Потому что пока я, ну, по своим навыкам к ней не готова. Но вот в этой нашей игре каждое задание – это определенно выход из зоны комфорта. И поэтому я решила, что нужно пробовать. И вот именно эта иллюстрация заняла у меня больше недели времени. Потому что, ну, я долго ее раскрашивала. Плюс как раз у меня котенок появился. Поэтому вот это было там по одной тучке в день. Ну, в общем, когда я могла, успевала, то я тогда это раскрашивала. Ну что, давайте посмотрим поближе. Чуть вам подробнее расскажу. В общем, все тучки я раскрашивала люминансами. Здесь довольно сложная бумага для наслаивания карандашей. И для более твердых карандашей она просто ужасная. И поэтому нужно здесь раскрашивать чем помягче. Саму кожу я тоже раскрашивала люминанс. А вот его накидку или тога, как правильно это сказать, я уже раскрашивала акриловой гуашей. И вот она здесь, на удивление, очень здорово легла. И, в принципе, то, что здесь и вода была, ничего вполне хорошо. Потому что эта бумага вообще воду не держит. И поэтому же я решила и волосы самому Зевсу тоже раскрасить именно акриловой гуашью. Здесь у него на плече или за ним, ну, в общем, вот здесь вот у нас был еще ворон, который, ну, вообще мне прямо, он тут был не к месту. И тут, не знаю, может быть, лень какая-то сработала, что я уже и так с ним очень устала. Но я действительно не представляла, как его раскрасить, чтобы он не потерялся и чтобы он не сливался с самими Зевсом. Поэтому я решила просто его убрать. Я закрасила фон черной акриловой гуашью, как могла подсветила ему саму молнию и узорой на теле. И, в принципе, я посчитала, что иллюстрация закончена. Здесь у него еще есть довольно много рефлексов на теле, вот таких вот голубых. Но я их реально не вижу на камеру. И даже я их, если честно, их в жизни-то плохо вижу. Вот, в принципе, можете вот так вот посмотреть. На груди есть, на руках. Ну, то есть они настолько минимальны. Вот на вот таких вот костяшках. Как это правильно называется? Ключица, наверное. Вот, но тут, наверное, с рефлексами мне еще как-то учиться и учиться делать их более яркими. Потому что сделала так, что и сама не вижу. Но что касается итога и результата, и моих стараний, я довольна. Я действительно довольна, потому что у меня здесь была только одна раскрашенная иллюстрация. И та раскрашивалась больше года назад. И это все время, а книга просто стояла, потому что меня и сюжеты смущают, и бумага. Вот, а тут пришлось выйти из зоны комфорта, чему я очень рада. И я надеюсь, что смогу в следующий раз раскрасить не через полтора года здесь еще что-нибудь. Так сильно меня утомил Зевс, что я решила просто отдохнуть и отдохнуть с книгой витражи. Еще в прошлом месяце, как раз даже в планах на ноябрь, я показывала вам здесь начатую иллюстрацию. Но здесь был у меня только раскрашенный фон. И я решила как раз эту иллюстрацию закончить. И вот, собственно, показываю вам, что у меня получилось. Она едва-едва вылазит в камеру. Вот так вот должно быть полностью видно. Это Эсмеральда. Я не смотрела мультик. Я вообще очень мало мультиков смотрела диснеевских. И помню, наверное, только какие-то прям самые-самые популярные. Но я посмотрела в интернете, как она выглядит. И, в принципе, раскрасила ее в соответствии с этими цветами. В основном мне здесь очень понравилось работать полихромосами. Но также сюда я и холбайн добавляла, и карандашики калину. Потому что я поняла, что они у меня в основном просто стоят. Потому что там сравнительно у меня мало цветов. У меня неполный набор. И я решила, что какие-то обычные классические цвета нужно брать оттуда. И раскрашивать. Тем более, что у нее очень хорошая и максимально некапризная бумага. Здесь я раскрашивала также и гелевой ручкой. Тоже хочу вам показать. Это гелевая ручка от Pantel. Золотая. Вот мне очень нравится. У нее на одежде, на лбу, браслетик. То есть такая штучка, которая добавляет такие очень интересные и деликатные детальки. В общем, я отдыхала здесь на фоне. Отдыхала, раскрашивая саму девушку. Но потом я поняла, что здесь есть камни. И я поняла, что их здесь просто гигантское количество. И в общем, в итоге это получился совсем не отдых. Потому что изначально я начала раскрашивать камни с вполне себе таким энтузиазмом. Я вот вам их покажу. Они, в принципе, довольно симпатично выглядят, как мне кажется. Но чем дальше, тем больше я с ними уставала. И чем дальше, тем больше я уже их так халтурненько раскрашивала. Раскрашивала, потому что я думаю, ах, их так много, что все равно каждый камешек можно и не вырисовывать. Но по итогу, когда я раскрасила и посмотрела на эту работу, мне очень понравилось. Я поняла, что я проделала действительно гигантскую работу. Потому что даже в такой, казалось бы, довольно простой книге, в принципе, можно получать интересный и красивый, яркий результат. И мне очень нравится. И, если честно, я вот устала от этой иллюстрации из-за большого количества камней. Но я не устала в целом от книги. И я еле сдержалась, чтобы не раскрасить еще Белоснежку. Потому что очень уж хотелось. Вот тут гораздо больше, конечно, будет отдыха, потому что здесь нет камней. Хотелось бы раскрасить ее в декабре. Но, опять-таки, я уже здесь буду смотреть по количеству свободного у меня времени. Но книга реально очень крутая. Ну и последняя работа, которую я завершаю в ноябре, в принципе, завершаю осень, это, конечно же, книга Грации Сальву. Почему же я отказалась себе в удовольствии раскрасить еще и Белоснежку рядом с Эсмеральдой? Потому что я планировала книгу Грации Сальву закончить до конца этого года. И в ноябре я не раскрасила там ни одной иллюстрации. И, ну, это прям совсем было вот крайне плохо. И я решила, что нужно попытаться успеть за день раскрасить там иллюстрацию. Потому что Грация это, ну, вот конкретно Wild Soul, это книга, которая, в принципе, позволяет тебе там, вот, как я это говорю, тяп-ляпнуть. И, в принципе, ничего, будет тоже весьма неплохо. С какими-то иллюстрациями мне хочется посидеть подольше, когда особенно у меня есть там какая-то, на мой взгляд, хорошая идея, цветовое решение. Где-то мне хочется чуть больше постараться. А есть и иллюстрации, которые я, в принципе, могу себе позволить раскрасить побыстрее, попроще. И вот здесь, как раз в нераскрашенных, у меня была одна такая иллюстрация. И закончила я ее вот буквально 10 минут назад. Закончила, все себе принесла на стол, установила штатив и сразу начала снимать видео. То есть вот с пылу в жару. В общем, здесь иллюстрация сама по себе, на мой взгляд, довольно скучная. Ну, она, вероятно, наверное, может быть, предполагает либо дорисовку какую-то, либо вот что-то такое. Но я не особо умею это делать. У меня и фантазии на это нет. Но я уже месяца два здесь хотела сделать вот такой вот фон акриловой гуаши. То есть, чтобы он был максимально плотный. Ну, вот чтобы он такой в полосочку был. Ну, и, в принципе, вот я как смогла это реализовала. Чуть-чуть не так, как это было у меня в голове. Ну, в принципе, тоже неплохо, особенно учитывая, что это иллюстрация за день. Так я вообще прям довольна. Я покажу вам тоже ее поближе. Здесь я раскрашивала, как всегда, личко люминансами. Мне очень понравилось то, как здесь получился нос. И вообще лица в профиль это вот такое мое слабое место. Здесь, в принципе, довольно даже неплохо получилось. Волосы я, как всегда, раскрашивала полихромосами и акриловой гуашью, акриловой гуашью и чернилами. Я решила, что я хочу эту девушку видеть в джинсовой куртке вот так, как могу. Обычно я с такими детальками сижу гораздо дольше, гораздо более скурпулезно. Но вот именно грация, она почему-то предполагает на многих работах, ну, какие-то чуть более размашистые движения, чуть более свободные. Ну, возможно, именно за счет вот своей такой рисовки она, ну, у меня не всегда предполагает какую-то деликатность. Ну, вот что, в принципе, я здесь и попыталась выразить так, как я могу. Мне понравился результат, я изначально огорчилась, что у меня получился фон не таким, как я планировала. Ну, сейчас я смотрю и, в принципе, ничего сойдет. Я довольна, я довольна, что я все-таки в ноябре хотя бы одну иллюстрацию здесь раскрасила. Тоже покажу вам чуть поближе шерстку самого леопарда, как я попыталась нарисовать. Ну, в общем, неплохо, как по мне. Буду, конечно же, стараться в декабре раскрасить еще три иллюстрации, но, если честно, вот, конечно, есть у меня сомнения. Хотя, если я смогу их все раскрасить каждую за день или там хотя бы за два, то за неделю я могу ее и закончить. Но, опять-таки, я не хочу спешить с этой книгой, то есть мне не хочется, знаете, вот натяп-ляп заканчивать всю книгу. То есть здесь просто было определенное количество иллюстраций, которые позволяли вот такую вольность, как раскрасить там за день. Но здесь есть еще чистыми те иллюстрации, которые, скорее всего, потребуют гораздо больше времени. Но я для себя решила, что если мне не удастся, то, в принципе, я не сильно расстроюсь, потому что эту книгу я начинала в январе 2020 года. И, если так получится, что смогу я ее реально закончить только в январе, то есть у меня будет как раз ровно два года, и за два года я закончила книгу. Я посчитала, что это, в принципе, тоже довольно неплохой срок, поэтому, конечно же, буду стараться следовать своим каким-то планам, своим обещаниям и закончить эту книгу до конца текущего года, но если у меня это не получится, то вот ожидайте ее готовую уже в январе. Ну что, ребят, я благодарю вас за просмотр этого видео. Обязательно пишите ваши комментарии, напишите, что вы думаете относительно вот таких длинных видео на такое малое количество работ. Вот, ну, у меня, знаете, нет особо каких-то там проходных работ, их довольно мало, и я над каждой стараюсь, у меня есть всегда какие-то идеи, какие-то мысли. И вот как раз это то видео раз в месяц, где я максимально стараюсь выразить все свои мысли, что я нового пыталась делать, что я научилась, что мне удалось, что не удалось, какие были цели и соответствуют ли они моим результатам. Буду обязательно ждать от вас комментариев под этим видео и с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну, а вам я желаю, конечно же, прекрасного предновогоднего настроения, как можно больше времени для любимого хобби, для того, чтобы вы смогли раскрасить как можно больше рождественских и новогодних иллюстраций, ну и не только. И, конечно же, море вдохновения. Это в любом случае, в любом деле никогда лишним не будет. Всем пока!